Празднование столетнего юбилея Дома-музея Ленина, первого в нашей стране Ленинского музея, стало одним из главных событий в музейной среде региона в уходящем году. Музей был открыт еще при жизни Владимира Ильича Ленина. И, как мы знаем, это единственный музей, в создании которого семья принимала непосредственное участие. Сегодня проходит юбилейное торжество, посвященное этому празднику. Сегодня у нас сразу три больших мероприятия. Как всегда, музей начинает открывать, стартует, я бы сказала, свой юбилей научно-практической конференции. На межрегиональную научно-практическую конференцию «Мемориальный музей в новой реальности» актуальной тенденцией модернизации съехались представители всех главных ленинских музеев. Мероприятие прошло в квартире музея семьи Ульяновых. Как сказала заведующая Дома-музеем Ленина Татьяна Брыляева, на адрес Дома-музея пришли поздравления от всех живущих ныне родственников Ильича. Это прежде всего правнук Дмитрия Ильича, Александр Игоревич Ульянов. Но в данный момент он приехать не смог, прислал очень теплое приветствие юбилею своего родного дома, исторического места. В Дом музея Ленина приезжал и очень дальний родственник семьи Ульяновых, по линии Марии Александровны, ее матушки Грашоп, это Гюнтер Крузе. Прислал нам теплое приветствие. На пленарном заседании слово было предоставлено родственнику Ленина, Александру Мещерякову. Он является двоюродным внучатым племянником Ленина, по линии родной сестры матери Ленина. Александр Юрьевич живет в Москве и работает ведущим научным сотрудником в Институте проблем Управления Российской Академии Наук. Интересный был год, моё было первое посещение Ульяновска, я ездил по Ленинским местам. Это было лето 1969 год. Познакомился с Рудневым Александром Дмитриевичем, состоялась очень большая беседа. И Александр Дмитриевич мне сказал, ну как же так, Александр Юрьевич, у вас жива бабушка, жена Виталия Александровича Ардашева. Вы не берете интервью, вы ничего не рассказываете, вы не пишете. Послушав совета с 1970 года, Александр Юрьевич занимается родословной по линии отца Юрия Викторовича Мещерякова, который взял фамилию матери, сына Виктора Александровича Ардашева, двоюродного брата Ленина. Во время пленарного заседания Александр Мещеряков передал в фонды Ленинского мемориала подлинные семейные фотографии. Торжественное собрание, приуроченное к столетию Дома-музея Ленина, прошло в Малом зале Дворца губернаторский. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Русских. Желаю музею хранить свою историю, достоверно передавать эпоху и атмосферу семьи Ульяновых, быть интересным и востребованным для посетителей еще много столетий. Желаю коллективу новых смелых проектов, интересных встреч, надежных партнеров и верных друзей. Также слово для приветствия и поздравления предоставили заместителю председателя Центрального комитета КПРФ Российской Федерации депутату Госдумы Дмитрию Новикову. Я от души желаю, чтобы у всех вас, представителей тех музеев, которые собрались сегодня здесь из разных регионов нашей страны, была возможность вести эту работу, чтобы у вас было достаточное количество коллег, единомышленников, чтобы вы имели возможность не только сосредотачиваться в рамках своих музейных центров, но могли приезжать к другим, знакомиться с лучшими отечественными практиками. После многочисленных награждений сотрудников музея здесь состоялась торжественная церемония гашения конверта в честь столетия Дома Музея Ленина. Конверт, который мы сегодня будем гасить, был выпущен 30 лет назад, к 70-летию Дома Музея Ленина. И мы вот около 30 конвертов оставили, сделали на них вот такую красивую надпечатку красным цветом столетия Дома Музея Владимировича Ленина. И сегодня этот конверт мы торжественно погасим. Марка, кстати, тоже выпущена недавно, три года назад, к 150-летию со дня рождения Ленина. В Новой России это единственная выпущенная марка с портретом Ильича. Конверт гостили специальным почтовым штемпелем «Ульяновск. Родина Владимира Ильича Ленина». Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.